дорогие участники всем доброго вечера я как обычно начну с представления я организатор этого вебинара если вы меня не знаете пожалуйста в чат минусы если знаете плюсы для того чтобы я смогла наиболее полно рассказать почему мы проводим бинары кто мы с учетом той информации которую вы уже знаете давайте тогда пока вы реагируете как-то в чате я буду рассказывать нас еще раз меня зовут Анна Батрева мы организаторы масштабных событий для подростков которые мы проводим уже более пяти лет это такие масштабные форумы всероссийского формата Level Up на которых мы показываем детям правильные ориентиры когда на сцене на протяжении одного дня выступают перед ребятами и перед их родителями космонавты олимпийские чемпионы предприниматели люди или какие-то основатели проектов которые были созданы на стыке отраслей какие-то нововведения новшества это правильные ориентиры для ребят и вы знаете после того как ребята выходят с форума пособирались по тысячи людей по тысячи человек с разных концов абсолютно россии приезжали целыми классами на автобусах самолетами с дальнего востока и вы знаете после форумов происходило такой какой-то у них щелчок в сознании что они выходили заряжены и на следующее утро по отзывам они уже просыпались немного другими людьми когда нам просто звонили родители с благодарностями говорили вы знаете у меня ребенок начал заправлять кровать свою убираться в спальню а другие а у меня ребенок начал планировать по спринтам по методологии катерина ринголь и так далее и вы знаете вот очень потрясающе наблюдать за эффектом которые оказывал на ребят когда как круги расходились по воде и это было здорово сегодня вот в этом году к сожалению мы этот формат поддержать не можем силу ограничения действующих но мы разработали формат такой малыми группами с погружением потрясающий когда мы для ребят привозим очень таких первоклассных экспертов в своем деле в рамках заявленных задач я немного попозже вам расскажу у нас будет два одних из самых уникальных экспертов екатерина карпенко наш подростковый психолог практикующий и профконсультант анна шевченко профконсультант по особой методике digital human который вот эти два эксперта не будут у нас работать на программе level up трансформация с 23 по 27 ноября у нас дело в том что мы планируем подростков собрать и проработать три стороны три стороны развития знаете сейчас есть такая особая картина современности современных реалий современных подростков когда с одной стороны я очень часто просто общаюсь с клиентами слышу примерно одну картину у нас уже было более 20 тысяч участников поэтому о картине я могу сложить представление особое с одной стороны подростки такие талантливые гения гениальные уникальные люди которые может быть в чем-то более продвинутые чем мы родители конечно у них потрясающие планы на жизни и цели но с другой стороны они может быть в силу популяризации этого легкого успеха не готовы трудиться не готовы прикладывать какие-то усилия недостаточно мотивированные на такую трудную сложную может быть долгосрочную работу и зачастую это влияет на понижение мотивации на постановку целей либо еще есть второй момент что сейчас вот в данный настоящий момент если там подростку допустим 12 13 14 лет они особо не готовы еще пока планировать пока ничего не хотят а есть такое представление что ну вот у меня еще в запасе есть три четыре года ну или два а потом резко 18 лет в 11 классе на меня с не зайдет какое-то представление резкое с небес и я сразу пойму что мне делать дальше и у меня все будет в жизни шикарно вот но к сожалению такого не происходит к сожалению приходится поступать в какой-то вуз куда они смогут поступить и на первом и на втором курсе поднимают что ну не совсем то что они хотели и вот для того чтобы помочь ребятам примерить на себя взрослую позицию раскрыть им зон мышление хотя на 180 градусов показать что мир многообразен мы создали такую уникальную концепту которая будет проходить 23 27 ноября чуть позже тогда расскажу эту концепцию это по сути такая волшебная кнопка для в помощь родителям в помощь детям почему потому что опять же силу задач возраста родители не являются уже авторитетами для своих детей ну или первыми авторитетами и всегда по задачам возраста когда ребенок должен фарироваться от родителей очень важно поместить в нужную правильную среду так вот мы начинаем уже начали знакомить с нашими экспертами уже был вебинар который провела первый экспертов консультант антана шевченко если вы не присутствовали напишите пожалуйста в комментариях или может быть вот смотрите забронировать скидку можно по этой кнопке внизу написать с пожеланием прислать вам запись уже первого проведенного вебинара в рамках знакомства с экспертами а сегодня мы если вы еще не знакомы с нашей потрясающей екатерины карпенко это подростковый практикующий психолог сейчас я вам же не начинаю представлять она уже ждет в соседней комнате в эфире сейчас я подключен дело в том что екатерина у нас работала на летних программах level up практику мы были у нас по определению талантов и уникальности детей и вы не представляете вот знаете это такой специалист такой психолог которая при контакте с детьми у нее какое-то чутье есть особо вы знаете вот этому научиться мне кажется невозможно несмотря на всю богатую практику многих психологов у них нет такого чуть я у екатерины какой-то особый природный дар какой-то талант вот именно призвание работать с подростками и вы не представляете какое шикарное воздействие какие примеры есть екатерина работает с такими тяжелыми ребятами буквально за одну две встречи уже потрясающие результаты давайте я вас не буду томить я сейчас уже приглашу в нашу комнату екатерина екатерина добрый вечер добрый вечер анна большое спасибо за то что представили меня вот и спасибо за возможность провести у вас вебинар на такую важную тему кстати впервые веду вебинар на тему зависимости очень надеюсь что будет интересно для наших родителей да вот отвечают пишут запись будет да запись будет мы всем отправим на email на которые вы регистрировались сейчас напишу это в комментариях добрый вечер и родители спасибо большое анна мы можем начинать до наш вебинар так поставьте пожалуйста плюсики если мне видно слышно чтобы я понимала что у нас все хорошо со связью и мы можем начинать общаться на важнейшую тему про зависимости у наших любимых подростков жду ваши комментарии спасибо большое спасибо анна уже меня представила скажите кто-то со мной возможно уже знаком был на в лагере в лагере для подростков кто-то возможно вид меня впервые для кого-то нужно более детально представиться знакомы вы со мной или нет напишите пожалуйста что если знакомы все тогда мы этому время с вами уделять не будем пойдем уже к теме конкретно нашего сегодняшнего вебинара знакомы знакома как приятно как приятно видеть знакомые лица да отлично знакомы все знакомые так вижу супер тогда времени терять не будем и сразу перейдем к теме нашего вебинара итак отлично итак о чем мы с вами сегодня поговорим мы поговорим о том что такое зависимости также поговорим про типы зависимости про причины их возникновения про профилактику и что делать если у вашего ребенка зависимость так впервые на представление было полным отлично тогда этому времени будем уделять скажите пожалуйста актуальна ли для вас тема зависимости возможно вас уже волнует этот вопрос да потому что к сожалению большому современные дети у нас многие сидят в гаджетах вытащить невозможно очень рано начинают парить да очень рано появляется алкоголь в их жизни ну то есть много зависимости уже в таком раннем-раннем возрасте волнует очень отлично так про меня представление пропустим давайте сразу тогда прям вот к теме милая что такое зависимость зависимость это когда мы зависим от чего то или от кого-то и находимся под властью да под полным влиянием то есть эта зависимость она руководит нами да мы как будто в плену мы не живем свою жизнь мы не можем вот так вот не знаю с легкостью не от нее отказаться какие есть зависимости вообще различают два вида зависимости это химические и не химические химические это понятно да у нас наркотики алкоголь сигареты скажите у кого-то уже есть химическая зависимость у подростка даже независимость например ребенок много употребляет да там много курит или вы частенько ловите его на то что от него запах от алкоголя да но не знаете насколько это серьезно кого беспокоит именно эта уже проблема и также есть у нас не химические зависимости и к сожалению огромное количество первый такой большой блок это игровая компьютерный интернет телефонной зависимости да те дети которые просто не выпускают телефоны из рук это когда просто невозможно знаете со скандалами с криками не знаю с угрозами отбираешь гаджет у ребенка гаджеты однотипное задание да да вижу вижу про гаджеты что гаджеты волнуют прекрасно понимаю много с вами остановимся именно на этой теме какая еще зависимость есть зависимость порно да порно зависимость у меня был парень который смотрел порно по шесть раз в день это правда слишком много и дети ну подсаживаются на эту историю есть зависимость киберсекс да есть пищевая зависимость когда дети подсаживаются на какую-то определенную еду да определенную еду и просто бесконечно например чипсы да или какой-то напиток у меня была девочка которая пила спрайт и у нее была целая огромнейшая огромнейшая коллекция где она собирала вот эти вот баночки но у нее ни один выход на улицу не обходился без покупки спрайта и когда мы с ней это обсуждали мы с ней определили что это правда зависимость она от нее избавилась что еще зависимость от социальных сетей да здесь ошибочка извините вот когда ребенок постоянно тоже сидит в социальных сетях общается и интернет общение заменяет живое да живого общения становится все меньше и меньше у ребенка также самоповреждение вот эта зависимость самая частая ко мне приходят подростки самая частая зависимость это самоповреждение когда дети режут себя и это уже превращается знаете в такую рутину когда ребенок говорит что я прихожу домой я у меня все готово не знаю лезвие готово перекись готовы бинты готовы все готово порезался и дальше уже идет заниматься своими делами то есть это тоже зависимость и тоже на ней остановимся также это может быть любовная зависимость и первая влюбленность она бывает ну очень болезненно для подростков и все это перерастает в то что мы готовы все что угодно делать для любимого человека забивая на себя скажите пожалуйста из тех зависимостей которые я перечислила какие самые актуальные для вас мы попозже с вами детально разберем как быть с этими зависимостями я уже увидела про гаджеты я уже увидела про игровую да первое первое это химические да алкоголь сигареты какие еще для вас такие самые самые гаджеты сети сейлфхарм телефон да больше телефона хорошо так идем с вами дальше смотрите почему зависимостям так склонны подростки вы должны понимать что у подростков происходит просто в организме такой знаете если простым языком сказать просто бум у них гормональный фон меняется гормоны просто вот штормят у меня сидят дети и они говорят катя я не понимаю что со мной происходит у меня просто вот это выворачивает в разные стороны да то есть гормоны шалят ребенок не понимает что с ним происходит да ему сложно управлять собой ему сложно контролировать эмоции то есть сложно вообще понять кто ты что ты и что в твоем организме из-за этого очень сильно повышается тревога и еще то что у нас происходит с детьми то что для них очень важным вот в подростковом возрасте очень важные это очень важным является чтобы они нашли свое место в социуме да потому что мы все прекрасно знаем что до дошкольного возраста да там до пяти лет ребенку очень важна семья отношения с мамой дальше у нас идет возраст уже социума да семь лет как я люблю называть это возраст гостей а дальше вообще для ребенка очень важно общение с кем он общается и если ребенок не нашел себя в социуме да если не дай бог происходит буллинг да или ребенка отвергают ему очень сложно и он готов пойти на что угодно вообще на что угодно только чтобы его взяли в компанию но сейчас мы с вами я предлагаю рассмотреть основные причины да появление зависимости из-за чего у детей у подростков появляются зависимости чтобы вы могли эту историю всю предотвратить первое конечно же это воспитание да я здесь свой любимый слайд написала что по моему мнению воспитание это там где есть любовь и границы если просто любовь и вседозволенность дети в основном творят правда что хотят если только границы нет никакой любви да нет нежности ребенок не чувствует себя нужным он может потом творить знаете на зло правда вот делай все что угодно но нам очень важно выстраивать этот баланс да любить но показывать границы обозначать их у меня ранее на курсе как раз у анны я проводила вебинар про границы я думаю что если вы запросите она вам его отправит она сможете же да это я у вас проводила мне кажется летом у нас был вебинар на очень важную тему но именно если мы говорим про зависимости границы чрезвычайно важны потому что если ребенок знает и понимает свои границы если его границы не нарушаются дома да если он имеет право в семье сказать нет да нет я не хочу нет я там не могу его могут услышать тогда ему намного проще будет отказать где-то вне да поэтому воспитание это и любовь и границы поэтому если с границами у вас беда если в данный момент времени вы понимаете ну действительно с границами плохо да это не повод себя винить как я всегда говорю что эти чувства вины оно никого не делает лучше это повод чтобы начать делать по-другому да начать с той точки где вы сейчас находитесь начать что-то менять поэтому первое это конечно воспитание следующее это детские травмы больше всего это касается детей которые например очень сильно чувствуют себя отверженными дома хотелось бы послушать ваш эфир про границы да напишите пожалуйста анне я думаю что она сможет вам отправить это дети которым одиноко дома да это дети которые я всеми силами хотят завоевать любовь вы же прекрасно знаете что дети хотят внимания и все равно каким способом это внимание получать потому что даже негативное внимание когда тебя условно бьют когда тебя ругают когда тебе там рассказывать что ты делаешь не так это все равно внимание если вот я даже спрашивала у подростков скажите мне как вот лучше когда родители игнорируют или когда например ругают дети все равно выбирают то когда их ругают потому что это внимание но персональное и вы думаю родители со мной согласитесь что ругаем обычно мы более эмоционально чем когда мы хвалим ребенка да поэтому дети которым не хватает внимания в семье которые ощущают себя прошенными да они к сожалению более склонны к появлению зависимости также это касается детей у которых насилие в семье да если вот с детьми ведут себя агрессивно если детей бьют если они чувствуют какое-то неуважение да им тоже проще проще уйти в какое-то зависимое поведение следующее это окружение есть знаете есть такая фраза не помню кто я сказал но я ее очень люблю что если что если мы будем общаться с тремя успешными людьми мы станем четвертым если мы будем общаться с тремя неудачниками мы к сожалению станем тоже четвертым я не процитировала вам именно автора да по моему там про богатого человека про миллионера но суть такова что окружение конечно нас делает да и вы даже можете видеть по себе вот когда мы с кем-то общаемся не зря же говорят с кем повезешься от того и доберешься то есть мы действительно перенимаем что-то какие-то привычки какие-то фразы да манеру общения а что он говорит про подростков которые как пластилин да из которых лепить очень и очень просто я думаю что вы замечали по своим детям как на них влияют другие другие подростки их окружение напишите так ведь это ну то есть сразу по ребенку чувствуется да когда вот он пообщался с кем-то например негативным он что-то от него перенимает какие-то манеру слова выражения поэтому окружение это чрезвычайно важно конечно если в песочницу когда ребенку один год мы можем спокойно водить его туда куда нам хочется да общаться с теми кому вам приятно но когда ребенок попадает уже в социум попадает в школу мы не можем контролировать все общение ребенка и тоже ходить и говорить что этот плохой этот плохой это тоже не вариант да абсолютно не вариант но нам очень важно говорить да нам очень важно говорить нам очень важно нам очень важно говорить о том что ты можешь отказать да ты можешь сказать нет если от тебя откажется кто-то в окружении это можно пережить правда я с тобой и отказать в социуме в каком-то да например в коллективе правда не не попасть на это слабо да потому что обычно как происходит детей ловят на слабо тебе что слабо попробовать вон смотри вася попробовал его попробовала все пробовали а ты что слабый ты еще не дорос ты еще мелкий так далее вот мы можем отказаться от этого слабо когда у нас уже есть опыт в нашей семье когда мы в принципе умели говорить это нет и у нас закрепилось что от нашего нет от нас не откажутся да то есть если я откажусь здесь но в принципе ничего смертельного не произойдет поэтому здесь насчет окружения насчет друзей ребенка очень важно говорить очень важно интересоваться окружением ребенка потому что часто бывает у меня так на консультациях что родители не знают с кем дружит ребенок родители не знают лучше друзей ребенок а он просто понимает что что то с ним происходит еще тоже совет родителям всех зовите домой вот всех зовите домой пусть общаются у вас дома да пусть вы видите этих детей пусть вы будете видеть как они общаются да то есть вам будет намного проще пусть ребенка будут открыты двери дома чтобы ему не хотелось ходить там куда-то да сделайте эту доброжелательную атмосферу дома так будет намного лучше поэтому в окружении во первых интересуемся прям действительно интересуемся окружением ребенка и действительно интересуемся его друзьями потому что помните о том что для подростков для детей мы как прозрачный аквариум если вы говорите что у вас и неплохой друг а сами думаете что он идиот да то ребенок считает что вы думаете что он идиот поэтому мы искренне интересуемся мы искренне пытаемся понять что интересно ребенку кстати попробуйте такой вопрос ребенку что а что для тебя цена в общении да там вот с этим парнем или с этой девушкой что тебе нравится что себя привлекает то есть понять что в общении с этим человеком для ребенка ценно что ему важно это про окружение что у нас дальше 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 у нас идут протесты да очень многие дети делают что-то на зло да просто на зло и часто на зло делают когда очень много запретов да чем меньше запретов таких вот жестоких запретов чем больше точнее запретов тем больше соблазн их нарушить поэтому нам нужно нам нужно с ребенком говорить про за про то что вообще вот информация информировать их про вот эти вот все зависимости информировать их про все да но не особо запугивать потому что когда мы запугиваем нам еще больше хочется это попробовать да то есть когда происходит запугивание вот и еще одно опять таки помните что дети которые получают мало внимания они готовы даже к негативному вашему вниманию и к негативному будете кричать будете убить еще что-то делают самое главное они получат свое внимание что еще у нас может быть это конечно желание быть взрослым когда я спрашиваю подростков которые очень рано начали парить не знаю в одиннадцать двенадцать тринадцать лет что ты ощущаешь вот когда ты паришь да когда ты делаешь это куришь первое что они говорят что я ощущаю себя взрослым да то и желание быть взрослым на самом деле для подростка одно нормально е да но даже логичное оно понятное все дети хотят быть взрослыми но мы как можем в этом случае поступить мы с вами можем это желание удовлетворять в другом русле поставьте пожалуйста плюсики видно меня или нет просто обещаю тишина в чате и я немножко начинаю переживать что я здесь с вами одна поставьте пожалуйста плюсик просто в чат если все окей спасибо большое спасибо спасибо все вы слушаете отлично так как может еще ребенок как мы можем удовлетворить желание подростка быть взрослыми напишите мне ваши варианты все-таки для меня приятнее общение с вами ваши варианты заслушались я очень рада какие ваши варианты вот подросток хочет быть взрослым каждый подросток хочет быть взрослым как мы можем это удовлетворить вот как мы можем удовлетворить эту потребность напишите кто-то только слушать все окей я рада что так давайте я пару вариантов вам скажу во первых мы можем посвящать подростка какие-то семейные бытовые дела вот александр супер в магазин ходить вещи самому покупать вот вещи покупать просто отлично давать выбор да выбор принятие решения мария полностью да осуществлять покупки для дома да доверять взрослые хлопоты да дать свободу но под контролем да 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 и да да дорогие мои именно так и поверьте ребенок который идет в магазин да подросток он считает себя взрослым а если это еще будет его какая-то там я не знаю ну обязанность по списку он будет ходить или я не знаю там схемчистки что-то забирать или ну вот все что угодно он правда будет повышать свою значимость больше поручало дел нахватил на две недели а потом надоело тоже об этом обсудим если захотите в конце зададите вопрос расскажу как делать чтобы не надоедало детям как их мотивировать вот поэтому вот желание быть взрослым и с вами можем удовлетворять вот таким вот способом который вы прекрасно прекрасно знаете что еще к огромному сожалению это способ успокоиться и заглушить эмоции и вот больная тема да моя вот когда дети режутся потому что часто вам скажу на первой консультации с любым подростком когда мы начинаем беседовать на диагностике я всегда задаю вопрос ты режешься и одна девочка мне говорит катя видно что работаете с подростками да да не придумываю и вот как раз вот резаться это часто успокоиться заглушить боль потому что боль настолько сильная и ты правда не знаешь как с ней справиться что находишь один единственный такой метод кто-то заглушает боль и вот как-то снижает стресс успокаивается с помощью сигарет кто-то успокаивается с помощью алкоголя да у меня был мальчик ему 16 лет который пил пиво на протяжении двух лет каждый день да то есть он так успокаивался то есть вы должны понять что это может быть таким моментом что ребенок правда таким образом хочет успокоиться самостоятельность так это основные причины если здесь все понятно поставьте пожалуйста флюсики мы пойдем дальше я вроде так коротко каждую из них описала то есть это из-за чего может появляться да но самые сильные по моему опыту опять-таки это окружение да это желание быть взрослым и это для того чтобы успокоиться заглушить свои эмоции так все понятно идем дальше такая у нас может быть профилактика зависимости да что мы можем сделать до до того чтобы не поет не появилось это да во первых конечно теплый контакт с ребенком мы очень много критикуем детей вот прям очень много запомните такое правило пожалуйста родители вот если вы записываете сейчас в тетрадку или делать какие-то заметочки запомните одну вещь на одну критику две похвалы на одну критику всегда две похвалы если вы хотите покритиковать ребенка что у него грязная комната найдите за что ему сказать два что ты молодец тебя получается слезы детей часто про то вот на моих в моих креслах да на моих консультациях это боль детей про то что замечают только когда плохо когда хорошо даже не увидят понятное дело что для нас хорошо это фон да я такой же родитель как его и да у меня двое детей у меня тоже много забот работа какие-то бытовые штуки вот прекрасно вас понимаю и ни в коем случае не обвиняю да обвинение вы от меня не дождетесь да нет нет цели вызвать у вас чувство вины но понимаю что недостатки ребенка они бросаются сразу же пять четыре ну как бы окей двойка сразу замечаю почему два да там что случилось ты что не выучил а за пятерку четверку не всегда похвали поэтому дорогие мои одно одна критика две похвалы еще мое наблюдение тоже за шесть лет практики и через меня прошло огромное количество подростков что критика никого не делает лучше дорогие мои кого не знала еще ни одного человека кто бы от критики у кого бы выросли крылья и кто бы захотел порхать и делать лучше у меня есть любимый пример раньше я вела очень долго в бинары для женщин когда я приводила такой банальнейший пример вот представьте ваш муж вы приходите домой а ваш муж критикуют за ужин ну вообще невкусно ужасно готовишь невозможно вообще это есть на следующий день вы стараетесь больше не знаю кулинарные книжки там выискиваете какие-то рецепты какие-то приправы не знаю там колдуется он говорит ну нет вообще очень плохо вот у маши жены петь и вот у нее вот вкусно у тебя фуфил правда руки опустятся вот правда скажите мне не захочется больше готовить для такого мужа не захочется не захочется ничего больше делать именно поэтому наших подростков тоже опускаются руки потому что получая критику он делает какой вывод да все равно я никчемный то есть смысл вообще мне стараться если я все равно всегда делаю все не так и они перестают стараться вот перестают стараться от слова совсем а когда хвалишь знаете они даже как-то ну не знаю выпрямляются вот мне нравится когда знаете начинаешь замечать у подростка что-то хорошее комплименты говоришь а те кто к этому не привык они прямо так переспрашивают кать что да что правда серьезно про меня то есть вообще для них это непривычно поэтому конечно контакт контакт с ребенком тёплый контакт вы знаете можете вот все вот эти вот шесть пунктов моих следующих перечеркнуть но самое главное это правда теплый контакт с ребенком когда ты важен да ты важен для меня важен с двойками важен с неубранной комнаты важен с фингалом под глазом важен с прогулом и даже важен с найденным вейпом да ты для меня важен я тебя люблю я хочу быть с тобой я хочу тебя понимать если ты оступаешься я подам тебе руку потому что я прекрасно понимаю что когда ты оступился именно в этот самый момент я нужна тебе больше всего да вот это теплый контакт который знаете очень многие родители думают что вот упустили и все больше его никак восстановить нельзя но вы даже не представляете какое свойство имеют дети и как они умеют прощать наши ошибки нашу где-то строгость нашу не знаю куда грубость дети умеют это прощать поэтому теплый контакт можно восстанавливать создавать выращивать в любое время до 2 в 3 15 и даже 18 да это про теплый контакт с ребенка также если мы говорим про зависимости нам конечно хорошо бы приучать ребенка к здоровому образу жизни и приучать его не книжками да не какими-то там не знаю просмотрами ролика а приучать лучше всего своим примером да что вы у вас на тарелке не чипсы да условно овощи вы идете в спортзал да а не лежите на диване не вы там не знаю покуриваете а сами говорите ой курить очень вредно очень вредно портит организм ну вот просто да то есть приучать к здоровому образу жизни своим примером потому что дети не слушают что мы говорим да наши слова чаще всего это знаете такой фон тем более если мы говорим очень много и больше как-то или командуем или говорим что не так просто проходит это мимо знаете у детей правда развивается глухота на родителей потому что вам бы тоже не захотелось многое слушать давайте будем честными вот но показывайте своим примером ваш пример он самый-самый важный у меня девочка от нас сейчас в терапии вообще чудесная малышка ей 13 и ее мама занимается здоровьем да то есть например занимается своей внешностью этом шикарно выглядит и она вот где-то вроде как не хочется искать что мама там пример какой-то да вроде не солидно в подростковом возрасте об этом говорить но он так между слов а мама вот спортом занимается мама вот там пыхтит на коврике с утра а мама там еще что-то и раз раз за разом она тоже это берет и тоже начинает делать понимаете вот поэтому показывайте своим примером здоровый образ жизни малышка в 15 у меня все малышки знаете у меня тоже дети мои говорят почему малышка для меня дети все подростки на 13 малышка 15 малышка 17 тоже малышка это моя градация простите так что еще нам очень важно рассказывать про зависимости но не запугивать потому что тоже слышу такие истории когда говорят вот если ты один раз покуришь тогда все да там придет смерть или если я не знаю ты выбьи выпьешь глоток пива тогда тебе там вообще ты там просто неизвестно что с тобой будет у меня есть мальчики кто же в терапии сейчас не малыш девочек я называю малышки мальчик терапии ему 14 лет да по моему 14 лет ему мама сказала что если ты покуришь да у тебя будет астма и ты вообще ты умрешь да вот буквально так сказала и когда он попробовал попробовал покурить на перемене со своими сверстниками и не умер как вы думаете какие он выводы сделал вот ему внушали одно ты покуришь тебя будет астма да ты сдохнешься ты умрешь да это такое чистое запугивание хотя понятное дело что при болезни но это делать опасно но его жестко запугивали он попробовал у него не было приступа и ничего с ним не произошло у него сформировалась такая цепочка что маме доверять нельзя да маме доверять нельзя мама да мама врет мама говорит неправду и другие какие-то ее не знаю там слова другие какие-то ее запугивания не будут восприниматься просто как ложь или ребенок будет делить все на два думаю что вам это что еще конечно опять таки мои любимые границы да понимание своих границ возможность сказать нет я очень надеюсь что у всех у вас есть методичка правила нижнего белья да это нам очень важно для того чтобы не было зависимости чтобы дети не отправляли друг другу фотографии да то есть вот это правило нижнего белья должен знать каждый ребенок захотите можете написать в инстаграм я ее отправлю вам то что нужно выучить так как на зубок так скажем еще вы должны уважать границы ребенка заходим к ребенку со стуком не роемся в его вещах да не заходим к нему в ванную открывая вот так вот просто дверь не говорим ему ой что это мне видела да чего мне там вообще нашел чего стесняться когда ребенок стесняется перед перед вами переодеваться то есть мы говорим ребенку мы уважаем границы ребенка и вы прекрасно увидите что ребенок тоже начнет уважать ваши границы да и также мы говорим про слова нет что ты можешь отказать когда хочешь ты можешь сказать нет и твое нет абсолютно нормальное да нет это тоже самое да да нет наше решение все здесь окей что еще конечно больше страдают зависимости интернет зависимостью и вот игровая зависимость те дети у которых нет увлечений да у которых нет хобби честно вот расскажу про себя я профессионально занималась фигурным катанием и когда у нас было по две тренировки в день когда у нас не было не было вообще времени на гуляние нас когда-то родители нам было наверно полиции 8 не было нас мама на мама сестрой сказала что выйдите на улицу погулять мы вернулись через пять минут и спросили у мамы мам а как гулять да то есть ты вышел на улицу и ты не знаешь правда как гулять потому что у тебя есть не знаю мысль о том что тебе можно приехать на тренировку тебе можно уехать тренировки тебе можно прийти на занятия уйти занятий да а мысли о том что можно просто гулять такой не было конечно это был уже это было жестко да и профессиональный спорт это правда такая вещь серьезная но сейчас не про это про то что тогда и вот в подростковом возрасте у нас вообще не было мысли о том чтобы посидеть не знаю там поиграть на компьютере или посидеть где-то потыняться и покурить потому что просто-напросто на это не было времени поэтому у ребенка у подростка обязательно должно быть хобби или увлечение дорогие мои хобби увлечение это не то занятие не ваши какие-то амбиции да что вы очень хотели играть на фортепиано или вы очень хотели быть гимнасткой и вот сейчас вас родилась девочка и нужно все это воплотить это не эта история хобби увлечение это занятие от которого у ребенка горят глаза который просто вот ну вот безумно хочет туда найти который просто туда бежит да и наша задача помочь ребенку найти такое занятие наша задача в этом понимаете и как мы можем это сделать мы можем дать ребенку тысячи и один вариант как можно развить себя а если все забросил елена ищем еще ищем еще предлагаем что-то правда всегда можно найти какое-то увлечение если этим заняться у меня одна девочка тоже в терапии давно очень ко мне ходит и когда нами рассказывала сколько сколькими вообще вещами она занималась я просто восхищалась да то есть наша задача как родителей дать возможность ребенку попробовать себя в разном и найти то чего вот прям екает сердце поэтому занимайтесь этим и когда у ребенка меньше свободного времени а время занято любимым тогда он успевает намного больше а если никуда не хочет идти потому что в школе очень устает василиса знаете я опять-таки работаю с разными с разными детьми кто-то кто-то учится в серьезных очень гимназиях да кто-то там не знаю до восьми занимается стьюторами то есть очень много разных школ одна девочка у меня учится в московской экономической школе там вообще и английская программа да и наша программа то есть это очень тяжело но можно найти время то есть я убеждена что можно найти время находят время и девятиклассники которые готовятся к игре и одиннадцатиклассники находят вы сами по себе посудите да когда у нас много времени условно вы там знаете что у вас целый день на то чтобы там сделать что-то что занимает вас час времени вы будете это растягивать чем у вас меньше времени тем больше мы знаете как собираемся аккумулируемся и начинаем действовать поэтому можно поискать можно попробовать хорошо именно то что нравится даже тоже по своему сыну 10 лет кириллу он очень вопрос не времени ресурса да да я понимаю что устает но опять-таки любимое дело но дает много сил веселье любимое дело дает много сил а так мы можем поддержать ребенка витаминами полноценным сном едой да то есть это тоже наша задача а вот тоже хотел рассказать истории про на про нашего ребенка ему 10 лет и он занимается трюковыми самокатами вот для того чтобы пойти на тренировку он готов сделать все быстро быстро сделать уроки убрать комнату я не знаю все что угодно только вы пойти заниматься тем что очень нравится поселки не так много выбора что пробовал перестал где то есть причина смотрите смотрите знаете что еще я понимаю что в больших городах да намного проще найти какие-то секции но сейчас у нас время интернета когда можно онлайн заниматься всем чем угодно поэтому елена можно попробовать какие-то варианты где вы можете онлайн поискать тренера потому что интересно ребенка но в любом случае те дети у которых есть хобби у лечения которые горячим то им намного проще зависимости знаете они как бы проходят мимо на зависимости не всегда есть время да что еще это понимание своих эмоций что у нас происходит с подростком подростковом возрасте он начинает хамить в чем-то он начинает могут быть очень сильные перепады то слезы то радость да вот такие вот очень сильные эмоциональные качели и родители часто не хочу говорить в основном но часто эти эмоции просто-напросто блокируют свои психи оставь другом месте мне не нужно здесь стучать хватит орать прекрати так делать так делать нельзя ну то есть просто мы это блокируем говорим стоп так нельзя это хороший вариант да мы можем обозначить свои границы что там на меня орать нельзя но дорогие родители мы должны дать ребенку альтернативу и малышу мы должны дать альтернативу когда начинает ходить не знаю вас кусает да мы не просто говорим что меня кусать нельзя мы говорим я понимаю что ты очень злишься да что там у тебя что-то не получается но это не означает что меня нужно кусать ты можешь вместо этого побить диван я не знаю там потопать да или порвать вот эту вот там листочек да то есть мы даем ребенку альтернативу плохое видео напишите пожалуйста у кого еще плохое видео все ли порядке у вас со связи напишите пожалуйста дорогие все ли хорошо с видео норм у других норм все хорошо все мы тогда продолжаем мы тогда продолжаем поэтому как мы какую схему про эмоции мы даем подростку все то же самое все то же самое что я вам сказала про про малыша про ребенка да то есть мы говорим что ты злишься далее ты раздражен или еще что-то это нормально да но это не означает что ты должен там не знаю бить сестру или не знаю там орать как сумасшедший или стучать так дверью что просто слышно на всю квартиру да и мы даем альтернативу ты можешь и предлагаем альтернативу дорогие мои для подростков чрезвычайно важно найти выход своих негативных эмоций напишите пожалуйста у кого из ваших у кого из вас да у кого из ваших детей есть этот выход эмоций напишите пожалуйста потому что на мой взгляд это один из таких важнейших пунктов когда ребенок подросток да понимает свои эмоции может их контролировать и ему не нужно это все счастье заглушать да ему не нужно все это счастье заглушать ему не нужно этого делать супер супер что вашего ребенка есть выход эмоций да если нет обязательно ищите предлагайте какие-то способы да выхода эмоций варианта выхода эмоций огромное количество спорт помогает да мальчишка вот мальчиком очень классно помогает спорт поджиматься я не знаю поприседать потянуться пробежать вокруг дома не знаю можно покричать подушку да можно что-то побить вот мальчишкам очень рекомендую мальчишкам очень рекомендую чтобы у вас дома была груша да чтобы можно было прям вот свой гнев свою злость свою агрессию вывести да чтобы вот их не было внутри ребенку нужно подростку рассказывать о том что когда ты вывел всю эту злость свою всю эту агрессию да у тебя должно быть спокойно внутри и к этому нужно идти да можно писать что-то предлагать можно предлагать что-то убирать наводить чистоту но с каждым ребенком нужно это обсуждать у подростка обязательно должен быть выход негативных эмоций потому что оставлять все это в себе это конечно не экологично и опять-таки не экологичный способ срываться на других орать да там не знаю какие-то грубости это тоже не экологичный способ но хочу чтобы вы запомнили одну вещь просто говорить так нельзя это не рекомендация то есть мы говорим что так нельзя так нет ты это чувствуешь это нормально да испытывать эту эмоцию ты делаешь так это не окей давай другой вариант по схеме эмоций все понятно поставьте пожалуйста плюс честно это чрезвычайно важно потому что те подростки которые ходят ко мне в терапию ни у одного до терапии не было этого выхода эмоций но с каждым мы в обязательном порядке это находят есть крики гнев боюсь соседи вызовут полицию знаете елена если выбирать что лучше сдерживать в себе или орать то конечно даже орать лучше потому что вот как раз держивание в себе но негативно сказывается это же самое что представьте себе шарик до шарик который мы надуваем 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 и в конечном итоге что с ним случится он лопнет да вот поэтому это тоже такой негатив который нарастает и нам он с вами абсолютно не нужен это профилактика зависимости да то есть что мы с вами можем делать чтобы зависимости не было теперь дорогие мои важный момент да вот когда родители приходят и говорят ребенка зависимость зависимость компьютера зависимость игровая зависимости телефона зависимость он курит зависимость еще что то вы должны понять одну вещь зависимость не появляется за один день то есть у вашего ребенка если у него появилась телефонная игровая любая зависимость Она не появляется вот так вот. Поэтому нам очень важно с вами отслеживать это на начальной стадии, отслеживать это на начальной стадии, понимать, что... Вот самое главное с зависимостями – это понять, какую потребность закрывает ребёнок своей зависимостью. Помните же про потребности, да, то, что мы говорили? Или это желание быть взрослым, или это какой-то протест, или там ещё что-то. То есть нам очень важно понять, что он этим закрывает. Часто очень игры, вот это виртуальное общение, куда сейчас в основном просто ныряют дети, ныряют с головой, а вынурнуть просто невозможно, оно из-за того, что реального общения-то мало. Да, реального общения мало. И когда у ребёнка спрашиваешь, да, у подростка задаёшь прямо вопрос, а что ты выберешь, да, вот что ты лучше выберешь? Общение с подругой, да, с другом, или интернет-общение. Часто ответ, знаете, какой? Он про то, что о живых-то друзей нет, да, даже сравнить не с чем. Екатерина, извините, запись можно будет посмотреть? Да, конечно, Александр, да, запись будет. Всем, кто зарегистрировался, вам её отправят. Да, Анна, или по запросу запись будет. Вот, поэтому с зависимостями у нас такая история, что за один день они не появляются, поэтому мы, знаете, берём как тревожный звоночек и отслеживаем это. Какие у нас могут быть с вами тревожные звоночки? Это депрессивное состояние, да, это вот сильная апатия, «Я ничего не хочу», ребёнок просыпается уже уставшим, да, он уже недовольный на всё. Также это может быть раздражительность и агрессия без причин, да. Это может быть неадекватная реакция на замечание и грубость. Важный тревожный звоночек, обращаем на это внимание, знаете, как три восклицательных знака. Когда у ребёнка появляется от чего-то зависимость, зависимость, у него появляется лживость, да. Вы заходите, он быстро прячет телефон, не знаю, что-то перепрятать старается, да, там, не знаю, вы подходите, раз вещи прячет сразу. То есть это должен быть для вас такие тревожный звоночек, что что-то не то, да, что-то происходит. И это не повод начинать рыться в его вещах, да, или контролировать всё, или там проверять бесконечный телефон. Это повод наладить этот тёплый контакт, да, то есть это повод начать заниматься укреплением ваших отношений, укреплением вашей близости. Также тревожными звоночками могут быть серьёзные нарушения сна, повышенная утомляемость и проблемы с аппетитом, да, когда ребёнок не хочет есть или наоборот что-то бесконечно заедает. Ну и, конечно же, если мы говорим про химические зависимости, это определённый запах от одежды и дыхания, да, который мы можем учуять от ребёнка, да, то есть то, что мы можем учуять от него. Ещё важный очень момент. Ни в коем случае не нужно надеяться, что проблема решится сама собой. Что вот, ну вот сейчас вот покурит, да, а потом ничего, всё будет окей. Ну вот сейчас играет по 15 часов в сутки, а вот потом переиграет и всё пройдёт. Вот сейчас, я не знаю, там режет себя, но это возрастное, вот обязательно через год пройдёт. Проблема не решится сама собой. Я не запугиваю вас, да, у меня нет такой цели. Но проблемы с зависимостью, проблемы, когда ребёнок куда-то, ну вот слишком вовлекается, знаете, прям вот пропадает в чём-то, это очень опасная проблема. Поэтому её нужно решать. И надеяться на авось – это не вариант. И сейчас к самому главному, да, что делать, потому что рассказала вроде как предотвратить, рассказала про тревожные звоночки, но сейчас самый важный момент – это что делать, если зависимость уже есть. Если правда ребёнка сложно вытянуть из гаджетов, если правда вы систематически чувствуете от него запах сигарет, да, или запах выпивки, что делать? Первое, конечно, с зависимостями вы должны понимать такую вещь, что справиться самостоятельно порой бывает очень сложно. Поэтому лучше обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту, да, чтобы посмотрел на ребёнка и сказал, есть зависимость, нет зависимости, вообще вам помог понять самое главное – это причину. Потому что я не за тот метод, да, что вот есть проблема, просто вот решите её. У меня был такой мальчик в терапии, который менял семь школ, семь школ менял, потому что у него были проблемы со сверстниками. Я не за этот способ, да, что просто как бы, ну, вот решить там кардинально как-то, да, там просто запретить, закрыть в комнате, ещё что-то. Это не особо работает. Нам важно понять причину, почему ребёнок это делает. Причина есть всегда. Просто так мне ещё не отвечал ни один ребёнок, да. Что-то, какую-то потребность, зависимость закрывает, да, что-то она лечит. Зависимость является каким-то пластырем, да, почему-то. И нам сначала нужно, перед тем, как этот пластырь отлепить, нам нужно понять, что за рана. Да, поэтому специалист вам может помочь понять, что за рана там внутри и что зависимостью лечит ребёнок, да, что он пытается закрыть. Поэтому это первый момент. Так, про эфир с границами пишут. Окей, вот. То есть диагностика и понять причину, которую закрывает ребёнок. Ещё важный момент. Когда вы только видите, не знаю, что-то у ребёнка. Помните, раньше были вот эти снюсы просто бесконечные. У меня дети один за одним приходили, зависимостью от снюсов. Хорошо, что их сейчас запретили, их меньше. Вот, когда вы что-то такое видите у ребёнка, нам нужно совладать с собой, насколько это возможно, и не начать сразу реагировать бурно, да, там, орать, запрещать, кричать, ещё что-то. Потому что тогда ребёнок что делает? Он просто захлопывается от вас, да, дверь закрывается. Эту дверь открыть потом можно будет, но с очень большими усилиями, потому что ребёнок хлоп, закрылся, и потом для него это всё намного-намного сложнее. Поэтому я рекомендую, чтобы мы с вами что делали? Это общались, да, общались с ним, объясняли что-то без жёстких запретов, да, без жёстких каких-то, я не знаю, что ещё раз я тебя там убью или ещё что-то, или из дома выгоню или ещё что-то. Нет, этого мы не сделаем. Мы стараемся максимально спокойно, насколько это можно, поговорить с ребёнком. Потому что любая зависимость – это слабость. Ваш ребёнок, когда он зависим, он слаб. И вместо того, чтобы брать и срубать его ещё до конца, да, там, я не знаю, он на коленях стоит, а вы его вообще бьёте, и он падает, да, я так метафорически говорю, нам нужно помочь ему встать, нам нужно добавить ему силы, нам нужно сказать, что ты можешь справиться без, да, нам можно сказать вот самую лучшую фразу, какую я слышала тоже от своей девочки-подростка, у неё была зависимость, она резалась очень долгое время, на протяжении года, скрывала это от мамы, и потом в один день она к ней подошла и показала все свои порезы. А порезов, ну, чтобы вы понимали, просто огромное количество, когда она мне летом подняла, у неё футболка была, велосипедки, подняла ногу, ну, не знаю, она вот на таком отрезке кожи, наверное, порезов было 200, ну, то есть просто живого места на нём не было, и когда она это маме показала, знаете, что я маме сказала? Мама ей сказала, мы с тобой справимся с этим вместе. Когда мне эта девочка рассказывала, у меня просто мурашки бегали по коже, да, марафоны, потому что правда так сильно, да, что ни ты что дура, ни что ты делаешь, ни ты ненормальная, ни вообще там, у тебя с головой проблемы, ни там, тебе нужен психиатр, а просто фраза, что мы с тобой справимся. Поэтому я предлагаю вообще на зависимость ребёнка смотреть не на то, что он такой негодяй, да, что он вообще там портит свою жизнь, а про то, что у него проблема, он слаб в этом. И вы, как родители, можете дать руку помощи и помочь подняться. Вот, поэтому если так смотреть на зависимость, ребёнку будет намного проще. И если даже про компьютерную, про игровую зависимость, говорить ему о том, что тебе там интересно, да, я прекрасно понимаю, игры затягивают, просто бесконечно затягивают, ты не можешь контролировать себя, давай вместе попробуй. Я очень хочу тебе помочь, я беспокоюсь о тебе, я люблю тебя, и я просто не дам тебе сидеть по 15 часов в компьютере, давай придумаем, как это делать, да. То есть говорить об этом не ты какой-то там негодяй, а я понимаю, что тебе сложно, да. Потому что немногие взрослые могут себя контролировать. А что говорить про подростка, у которого бушует всё, что может бушевать, да, там просто, ну вот, бушует бесконечно, да, всё внутри. И он вот этими зависимостями, он как-то себя успокаивает. А вы можете дать эту руку помощи и сказать, что мы справимся вместе. Как сказала эта мама, да, моей девочке подростку, она справилась, да, она резалась год, у неё исполосовано всё тело, да, вот ноги, руки, ну, просто страшно, правда, смотреть. Но она справилась, когда какой-то раз у неё была стрессовая ситуация, я говорю, ну что, говорю, резалась? Она говорит, Кать, ну ты что? Я говорю, ну, молодец. Понимаете, в чём дело? Поэтому, если мы будем относиться не ты негодяй, а мы справимся вместе, у ребёнка, правда, будет намного больше шансов и возможностей подняться, потому что, когда у нас есть опора, это сделать намного проще. А когда и мне плохо, ещё и родные отворачиваются, тогда совсем невозможно, и тогда только один вариант – упасть на дно, да, просто упасть на дно. Если мы говорим с вами про серьёзные, где же мама раньше была? Там очень тяжёлая ситуация, но мама очень вовлечена в жизнь ребёнка. Вот. Что я хочу сказать по поводу серьёзных зависимостей, да, если это наркотики? Здесь, конечно, консультация нарколога, и если действительно это наркотики, какая-то серьёзная такая ситуация, тогда лучшее, что можно сделать, это вырвать ребёнка из социума, из коллектива, где он находится, да. И часто это единственный вариант, чтобы, ну вот, избежать таких серьёзных проблем, да. Это наркологическая клиника, может быть, это может быть переезд куда-то, да, чтобы вытянуть ребёнка. Но опять-таки, пока мы не поймём глубинную причину, пока мы не поймём, что закрывается, это может быть просто переезды из одной страны в другую, из одного города в другую. И, знаете, как примеры с моей школой, да, что мальчика переводили, переводили, переводили в другие школы. Но в другие школы приходил тот же ребёнок и с теми же незакрытыми проблемами, да. Поэтому нужно копать глубже и нужно их решать. Но я уверена в том, что поддержка родителей, она творит чудеса. Самое главное быть на стороне ребёнка в любой ситуации. Конечно, нам очень просто быть с ребёнком, когда он хорош, да, когда он успешен, когда он приносит пятёрки, красивые картины, когда занимает первые места и когда мы можем кому-то про него похвастаться. А очень не хочется говорить про то, что, знаешь, а мой курит, да, или знаешь, мой там что-то делает. Очень не хочется. Но наша задача быть с ребёнком, когда ему хорошо и быть с ним ещё больше, когда ему плохо. Потому что именно в те моменты, когда дети падают, ещё раз сделаю на этом акцент, наши дети нуждаются в нас больше всего. Вот. Дорогие мои, это всё, что я хотела рассказать вам сегодня. Сейчас присоединится Анна. Она немножечко расскажет про программу, которая будет у нас в ноябре. Кстати, программа будет потрясающая. Я буду всё время там с ребятами. Мы как раз будем говорить про вот эти важные вещи, про которые я говорила вам сегодня, да, про личные границы будем говорить, про внутренний сдержень. Мы будем говорить про внутренние опоры, да, то, что важно. Сейчас Анна расскажет вам немножко важной информации, а после я отвечу на все ваши вопросы. Мне прислали ещё большой список вопросов, поэтому после включения Анны я отвечу на все. И, кстати, вы можете в чате сейчас писать ваши вопросы по теме сегодняшнего эфира по зависимости и также любые вопросы по воспитанию детей. Я обязательно на всё отвечу. Вижу, меня подключили. Благодарю. Пока Екатерина сейчас готовится отвечать на ваши вопросы, я переслала весь список, который вы написали при регистрации на вебинар. И список был очень большой. Многие, кстати, из вас указали то, что смогут вебинар посмотреть именно в записи. К счастью, у нас есть такая возможность отправить ссылку на запись. На 48 часов она будет доступна. Я сейчас, пока Екатерина будет готовиться читать ваш вопрос, расскажу немного про концепцию, почему мы именно так сделали. Мы не просто так, мы сделали именно по запросу наших участников-родителей. Дело в том, что мы, как организаторы мероприятий для подростков масштабных, часто общаемся с родителями и видим общую картину, которая происходит из современной тенденции, про которую я уже вначале немного рассказала. Когда детям нужно помочь сориентироваться в многообразии этого мира и помочь выбрать свой путь, по которому развиваться дальше, помочь захотеть вообще выбрать этот путь, потому что существуют некие проблемы с мотивацией в настоящее время. Вы знаете, раньше у нас, когда мы были с вами подростками, у нас был простой путь. Нам нужно было закончить школу, поступить в институт, и все, и дальше у нас уже был определенный трек карьеры. Сейчас это не работает абсолютно. Сейчас уже мы задумываемся, вообще нужно ли поступать в институт, а вообще нужно ли идти в 10 класс, а может быть мы пойдем по другому пути и выберем колледж, а может быть мы вообще не в России будем учиться, и вообще нужно ли это высшее образование в наше время, когда мы видим историю успеха уже, допустим, эти блогеры знаменитые, которые могут зарабатывать огромные суммы денег, поднимать без какого-то образования или специфических знаний. И дети видят эти истории успеха, у них мотивация, соответственно, снижается. Сейчас тенденции нам современные говорят о том, что люди будут менять по 5-6 треков за свою жизнь и разных направлений деятельности абсолютно, поэтому история с одним образованием сейчас уже не работает. И что же делать, как же нам помочь нашим детям определиться и выбрать, куда им жить дальше? Существует такая большая проблема у родителей, и родители делятся на два блока. Одни родители очень сильно переживают за детей, вникают во всё, и буквально вот свои мечты нереализованные хотят реализовать, желая, конечно же, лучшего и самого успешного для своего ребёнка. Свои мечты пытаются реализовать и навязать ребёнка, а это такой тупиковый путь. Либо второй блок родителей, которые не особо хотят вникать в современные тенденции, тем самым принимая на себя ответственность, как на родителя, потому что если родители, не владея современными тенденциями, что же ребёнку лучше, куда двигаться дальше, у родителя нет объективной, полномасштабной картинки, и это понятно почему. Родитель боится этой ответственности, потому что через 5 лет, после того, как ребёнок отучится не в том вузе, который ему нужен был, на самом деле, ребёнок обвинил просто родителей, скажет, это ты меня направил не туда. И вот тех родителей, которые находятся посередине, на золотой середине, это как раз те самые осознанные родители, которые понимают, что среда определяет сознание ребёнка, вот то, о чём как раз Екатерина говорила. Среда очень важна, когда родители уже не являются такими авторитетами, как когда они были, когда ребёнок был маленький. И поэтому, для того, чтобы помочь создать такую правильную среду, мы создаём наша программа форума «Масштабный Левел Апп». Может быть, многие из вас были на этих форумах. И вот такие программы с погружением, но уже на малые группы. Вот сейчас наша очередная программа будет проходить с 23 по 27 ноября, по 28-е, несколько треков будет, будет пятидневный и трёхдневный интенсив, для того, чтобы все смогли точно попасть, даже у кого загружено будет время по учёбе. И очень будем мы мощно прокачивать сразу три стороны, для того, чтобы у ребёнка было на 60-е годы. Первый блок — это блок психологической проработки, проработка психологической готовности, над которым как раз и будет работать Екатерина, с которой вы сейчас общались. Екатерина будет снимать блоки, страхи, ограничивающие установки у детей, для того, чтобы они смогли повысить уверенность в себе и готовность принять на себе вот эту позицию взрослого, чтобы построить, смочь, построить, суметь построить свой карьерный маршрут, образовательный, и в принципе понять, а куда мне двигаться дальше. А если уже есть понимание, то, может быть, как-то скорректировать или расширить свои представления, потому что возможностей действительно сейчас очень много в мире. И вот на это состояние психологической готовности будет еще одновременно работать наш второй эксперт-проф-консультант по методике Digital Human. Вы знаете, это Анна Шевченко, она очень опытная с более чем 27-летним стажем работы. И вот эта методика Digital Human, она в себя включает и профориентационные методики, психологические HR-методики и какие-то индивидуальные ценностные характеристики ребенка. И в совокупности прорабатывается полностью все, все учитывается в построении вот этого пути развития. То есть это больше, чем просто выбрать какой-то институт. Хотя всеми современными, уникальными какими-то или не очень, ценными или не очень рекомендациями всех вузов, институтов, колледжей, а наша Анна Шевченко тоже у нее есть вся эта информация как у опытного эксперта в этой сфере. То есть она может рекомендовать совершенно точно, но это не основное. И еще третий момент, будет такая среда погружения, когда мы будем прорабатывать все привычки. Питьевой режим, физическая активность, отказ от гаджетов, правильное питание. То есть мы будем все в комплексе, все ценности, все привычки формировать внутри, в нашей развивающей среде. И это, хочу сказать, что совсем это не лагерь, далеко не лагерь, потому что лагерь в нашем понимании, как вот мы с Екатериной обсуждали, это такая, знаете, уходово-присмотревая история, когда дети просто проводят какой-то досуг и особо ничего ценного не вносят. А тут, ну, может быть, у них есть несколько занятий, допустим, английского языка. Ну, как бы и все. Здесь у нас ребята будут с утра до вечера с экспертами на занятиях, сменяющих свою активность. И свободного времени на гаджете точно не будет. Будет с ними, вот сегодня буквально клиент задавал вопрос, будет с ними во внеурочное время, вне занятий кто-то еще, да, будет вожатая. Территория охраняемая, будет потрясающий дом отдыха, опять же, не лагерного типа, потому что туда лагеря не пускают. Охраняемая территория, когда мы туда ездили, даже нас, как организаторов, просто так туда не пропустили. То есть там полностью забор, все под камерами, видеонаблюдение, и все безопасно. В то же время там очень много активностей. Помимо наших занятий у ребят еще будет большой спа-комплекс, бассейн, спортивная площадка. Поэтому скучно им точно не будет, но это не наша основная задача. Чтобы им не было скучно, наша основная задача – именно создать эту среду, этот интенсив с эффектом погружения. Кстати говоря, потом для того, чтобы этот эффект закрепить, вот сегодня разговаривала об этом тоже с одним из клиентов, был вопрос, хватит ли пяти дней. Да, хватит, во-первых, потому что подростки очень гибкие, в отличие от нас, от взрослых. Когда нам нужна обязательно индивидуальная проработка, то подросткам лучше работа в группе. Они больше принимают вот эту групповую работу, примеряют на себя, и результаты эффективности они показывают себя сразу. Но даже несмотря на эти пять дней групповой работы, мы будем сопровождать ребят еще в течение месяца, каждый из экспертов, и Анна, и Екатерина будут поддерживать связь с ребятами, давать им задания домашние, давать обратную связь по этим заданиям еще в течение месяца. Что еще важно? Еще важно будет, трехразовое питание будет такое, на очень хорошем уровне, потому что я как организатор, мне важно все. Я сама ездила, смотрела, выбирала наш подмосковный дом отдыха, пробовала сама меню, поэтому все на очень достойном уровне. Что касается коммуникации, еще хотела прокомментировать, Екатерина рассказывала, что есть такая проблема в коммуникации между ребятами, потому что онлайн, уфа отличается. И мы вот на это будем работать особенно над этой темой. Вы знаете, родители ребят, которые участвовали у нас в первых летних программах, таких малыми группами, нас спросили даже, вы знаете, есть такая проблема, у моего ребенка нет друзей, к сожалению. Но вот тех, с кем постоянно будет ребенок общаться, когда они вместе куда-то ходят, гуляют, поддерживают, ну нет друзей, ребенок страдает. И сегодня разговаривала с одним из родителей. Она говорит, ну вот есть у дочки подруга, вот они пришли вместе, закрылись в комнате, и я слышу из-за двери тишина. Вот вообще они не общаются. Почему? Потому что каждая сидит в своем телефоне. Вот и пообщались, называется, подружили. Вот, к сожалению, это наши такие современные тенденции, когда обилие онлайна, оно видоизменяет, в принципе, все коммуникации. Но совершенно точно вот этот стиль в оффлайне, он пригодится ребенку, и нужно помочь ему сформировать навык общения. Поэтому этому будем уделять особое внимание. Я хочу поделиться опытом по летним программам, когда, не знаю, вот у Екатерины совершенно точно какие-то волшебные методики, вроде бы ничего особенного, тренинги, да, коммуникативные. Но у Екатерины получается их делать, проводить по-особому, когда ребята просто всей этой большой командой с самого первого дня начинают общаться, как будто бы они уже знают друг друга несколько лет, не хотят расставаться вечером. У нас была программа в формате городского лагеря, когда вечером они уезжали. Не хотели расставаться, ехали вместе куда-то еще гулять. И большое спасибо Екатерине за эти свои особые методики. Если еще раз вам нужно познакомиться со вторым нашим экспертом, Анна Шевченко, можете мне написать. Либо вот я вверху в чате писала свой номер на WhatsApp, я вам пришлю, либо вот по кнопке «Забронировать скидку 15%». Честно скажу, я не планировала давать скидку, но раз уж уже мы не убрали эту кнопку «Забронировать скидку», вы можете ее забронировать. Дадим вам это время в течение двух дней хорошо. Поэтому я сейчас уже, если вам интересна программа, кстати, вы тоже мне можете написать на WhatsApp и на эту кнопку, вышлем вам подробное расписание, что дети там будут делать каждый день, потому что по часам буквально сформировано уже расписание. Как уговорить ребенка на ваше мероприятие, ребенок отказывается от групповых занятий. А вы знаете, у нас были, кстати, такие ситуации, когда дети отказывались к нам идти на программу, но даже самые интровертированные дети, они… вот спасибо опять же Екатерине. Не знаю, каким образом у нее получается это делать, но даже самые закрытые дети, у которых никогда не было друзей, они ни с кем не общаются, они включаются. Вы знаете, даже была такая ситуация, еще буквально минуточку у вас займу, расскажу. Была такая ситуация, когда записали к нам на программу мальчика, и мама не сказала, что у него аутизм. Но Екатерина, конечно же, сразу поняла, что это общение по стилю работы, поняла, что что-то не то, они созвонились с мамой, разработали индивидуальный трек, как мальчик будет с нами заниматься на программе, и вы не представляете, вот буквально уже к среде на третий день у него что-то включилось в сознание, вот как будто перещокнуло, и мама девица, вы знаете, у меня ребенок как будто бы проснулся. До этого все время спал, а сейчас проснулся, и он действительно, он включился в работу, он участвовал в обсуждениях, он делал задания, начал готовить проект. И это вот такое вот, я не знаю, это уникальный просто опыт, и опять же благодаря нашей потрясающей Екатерине. Екатерина, я очень горжусь, что вы с нами работаете, опять согласились пойти на продолжение программы. Кстати говоря, многие ребята, которые у нас участвовали в летних программах, идут к нам, уже записались, уже активно зарегистрировались на новые даты, потому что программа, по сути, это продолжение летней, но и заново тоже можно включиться. Давайте я сейчас уже передам слово Екатерине. Екатерина, спасибо, что дождались и готова ответить на вопросы наших участников. Конечно. Спасибо, что дождались. Спасибо, Анна. Так, начинаем смотреть вопросы. Я сначала отвечу на вопросы, которые у вас в чате, вы можете любые-любые задавать, и потом, какие писали ранее, Аня отправляет. Что делать со страхами ребёнка 16 лет? Во-первых, нужно понять, какие страхи. Нужно разобраться, да, потому что страхи имеют такую тенденцию, знаете, как снежный ком образовываться и накапливаться один на другой. Поэтому здесь нужно понять, какие страхи у ребёнка, чего он конкретно боится, где это было где-то упущено, и со страхами работать очень, ну, несложно. У нас есть, кстати, проработка, даже будет в нашем лагере. Я подготовила два упражнения на проработку страха, да, поэтому здесь нужно обязательно прорабатывать, не ждать, опять-таки, что перерастёт. Страхи обычно не перерастают. Как уговорить ребёнка на ваши мероприятия? Да, Анна уже немножечко ответила. Что здесь можно сделать? Можно показать отзывы ребят, которые были ранее, да, можно показать, у Анны есть ролики, как это всё проходило, потому что у детей очень часто такое мнение, что это какие-то нудные мероприятия, да, где будет очень скучно, где будет вообще какой-то ужас, да, нет. Вы должны показать, что это проходит активно, весело, что с ними будут заниматься, играть. То есть это никакие не лекции, да, поэтому просто покажите левелап, покажите, как это было, летние сессии. Я думаю, что Анна может вам даже отправить ролики, которые у нас были общие такие. Страничка у меня в Инстаграме, Карпенко Китти. Вот, сейчас. Так, у меня в презентации как раз она была. Сейчас отвечу на вопросы, какие писали ранее, да. Как обезопасить себя от возможной зависимости? Дорогие мои, про то, как обезопасить себя, у меня был отдельный слайд, да, поэтому вы сможете это просмотреть ещё раз, как можно обезопасить, что можно сделать на берегу. Как уменьшить время за телефоном, слишком зависимы от соцсетей. Спасибо. Что можно делать? Можно ставить себе будильник. Самое лучшее, что мы можем сделать от зависимости от соцсетей, или поставить себе ограничения, или ставить будильник, потому что на самом деле соцсети, игры, телефон, они очень сильно затягивают. Я думаю, что вы, взрослые, тоже с этим сталкиваетесь, да, когда сели вроде как вот на чуть-чуть, чуть-чуть там 10 минут что-то посмотреть, затянуло в одну стей, потом в другую, в трещу, и не заметили, как уже час-два прошли. Поэтому лучше это будильник, там, не знаю, на полчаса, на 20 минут поставили, и потом просто вышли, да, то есть такой будет некий контроль себя. Как можно научиться контролировать себя и свои нервные срывы? В последнее время у меня они часто сдают нервы. Дорогие мои, нам нужно не только научиться контролировать свои эмоции, нам нужно научиться выходу экологичному негативных эмоций. То, что я рассказывала, не просто блокировать, потому что очень многие, к сожалению, под словом контроль имеют в виду блокировку, да, и как заблокировать себе негативные эмоции. Нам ничего, ни в чем блокировать с вами не нужно, да, то есть у нас нет задачи заблокировать эмоции. У нас есть задача найти экологичный способ, да, я не знаю, там, побить грушу, побегать, поубираться, не знаю, там, что угодно сделать, то есть сделать что-то, чтобы произошло это, да, как бы выдох. Так, про границы детей интересно, как объяснить, не отталкивая, не отталкивая. Про границы детей интересно. Про границы, с чего можно начинать? С того, что вы стучитесь к ребенку, потому что вы не берете его вещи, из того, что вы не заходите к нему в ванную комнату. Это то, с чего можно начать изначально. Дальше у ребенка есть право на нет, и у вас тоже есть право на нет, да, право на то, чтобы отказать. Ну, это такое самое-самое первое. Зависимость курения у подростка. Дорогие мои, если зависимость курения у подростка, первое, что мы делаем, на чем сегодня делал акцент, это мы ищем причину, да, почему эта зависимость, какую потребность закрывает этим курение. Личные границы для ребенка и родителей. Или объяснить без обиды, как научить ценить время. Как научить ценить время. Опять-таки, смотрите, по поводу контроля и по поводу, как научить. Вот мы очень часто хотим от ребенка контроля. Или, знаете, я тоже сталкиваюсь в своей работе с такой частой историей, когда родители хотят, чтобы ребенок был очень организован. Этому ребенка нужно учить, да, как бы нужно, первый класс нам нужен для того, чтобы научиться учиться. То же самое и в дальнейшем. Мы должны научить ребенка, там, не знаю, вот выходу эмоций. Мы должны показать ребенку, как можно там действовать по-другому. И также мы можем показать ребенку, как можно ценить время, да. То есть условно очень хорошо помогают планы, да, когда ребенок видит это все наглядно. Это, поверьте, работает и с подростками в 12, даже в 15 это работает, да, когда вы просто это как-то вот показываете визуально, да, что ты сейчас вот столько времени потратил, а мог бы потратить, мог бы не потратить, а вложить это совершенно по-другому, да. То есть мы показываем, объясняем и учим. Сам ребенок сам по себе оценить время не начнет, если мы не будем уделять этому времени. Так, ребенок не может сказать «нет», согласно все терпеть за любовь, неинтересны нормальные люди, любящие просто так. Смотрите, по поводу того, что не может сказать «нет», согласно все терпеть за любовь, это про недостаток уверенности в себе, да. Мы обычно цепляемся за людей, мы готовы на все, что угодно, только чтобы не остаться одни, когда очень неуверенно чувствуем себя собой, да. То есть здесь про неуверенность, здесь такой большой блок про уверенность в себе у вас. И опять-таки про личные границы. Ребенок может говорить «нет», только тогда, когда у него есть такое право в семье. Так, что делать, чтобы ребенок не попал в зависимость? Говорили сегодня. Как правильно отказать и не стать изгоем в компании? Знаете, уверенных детей их видно, и уверенного ребенка очень сложно поймать на слабо. И поверьте, уверенных детей, опять-таки, их не выгоняют из компании, даже если они не курят, даже если они не употребляют что-то. То есть здесь вопрос уверенности в себе и вопрос, опять-таки, личных границ. Две такие большие темы. Потому что пробовать – это одно дело, да, это можно попробовать. Но чтобы уметь иметь внутреннее такое разрешение, чтобы сказать «нет, я не хочу», и не бояться отказа – это про внутренний стержень. Разве тема внутренней этой опоры у нас будет в лагере? То есть мы три часа с ребятами будем говорить про уверенность в себе и про границы. Это важнейшие темы для любого подростка. Как помочь подростку чувствовать себя увереннее? Хороший вопрос. Первое – не критиковать. Замечать то, что у него получается хорошо. То есть поливать – поливать хорошее. Также ребёнок, он чувствует себя увереннее, когда умеет что-то делать лучше, чем, ну, по крайней мере, там, большинство, да, то есть не чем все, но вот лучше умеет делать, чем большинство там в классе, да. Вот когда у ребёнка есть какое-то увлечение, хобби, когда он в этом более или менее успешен, он чувствует себя увереннее. Вот, поэтому это те вещи, про которые мы с вами сегодня говорили. Так, было два случая селф-харма у подростков. Был на одной консультацию психолог, говорит, что больше не будет себе вредить. Можно верить, было два случая. Так, можно верить. Да нельзя верить. Просто, просто я больше не буду себя вредить. Это не тот вариант. Вариант самоповреждения, он в том, чтобы понять, какую боль заглушает ребёнок. И найти другой способ, да. Просто, когда говорят, вот мне тоже дети говорили, подростки рассказывают, что пошли к психологу, психолог говорит, это плохо, да. Так делать не нужно, да, всё. И что? Ну, все понимают, что не нужно. Все понимают, что и курить не нужно. Все понимают, что и сидеть 15 часов за компьютером не нужно. И самоповреждаться тоже не нужно. Ну, и дальше что? Да, ничего. Поэтому здесь нужно понять, что так болит, да, и вылечить эту рану. И тогда можно уже говорить про то, что самоповреждения не будет. Как справиться с зависимостью от телефона? Тратим на него 10 часов в сутки, в том числе и на уроки. Хобби, увлечения. Выходим на улицу, какие-то активности, да, чтобы на телефон было меньше времени. Обычно дети, которые сидят просто дома, именно они тратят по 10-15 часов. Как понять, в какой сфере развиваться ребёнка, если у него уже очень низкая уверенность в себе? В первую очередь нужно повышать уверенность в себе. В первую очередь. Как? Я вам какие-то такие самые простые способы сегодня дала. Здравствуйте. Если подросток в течение дня в гаджетах проводит около полутора часов, переключаясь с игры на соцсети YouTube, это считается зависимостью? Нет. Полтора часа в день – это независимость. Это независимость. Зависимость – это когда мы уже говорим про пять и плюс часов, да, ежедневные, когда ребёнок прям вот, он не может себя контролировать. Чем отличается зависимость от увлечения, да? То есть, когда у нас зависимость, мы, правда, не можем себя контролировать, мы не можем остановиться. Мы хотим ещё, 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 да? А когда мы можем себя остановить в этом, то есть полтора часа – это граница, это вопрос независимости. Так, Нана вопросы ответила. У вас здесь есть ещё. После буллинга нет друзей или не хочет заводить знакомство. С психологом были занятия, но без результата. Как быть? Скоро поступление, новое общество, а он роднодушен ко всему. Успеваемость низкая. Знаете, буллинг – это просто огромный стресс для детей. Просто даже так не то, что стресс для детей, это такая травма. И когда у нас была сильная боль, нам очень не хочется, знаете, снова испытывать это. Поэтому часто дети, которые после буллинга, кстати, частое обращение ко мне на счёт буллинга, им хочется просто скрыться, чтобы их не видели, им правда не хочется заводить знакомство, им правда хочется быть как бы в тишине. И самое болезненное для меня то, что эти дети, знаете, как говорят, что если меня не замечают, это хорошо. Потому что когда они знают, что такое, когда на тебя кричат, матерятся, бьют, я не знаю, пинают, когда они замечают, это уже хорошо. Поэтому здесь работа с травмой. Буллинг – это всегда работа с травмой. Поэтому вам нужно искать психолога, может быть, другого, и работать с травмой, прорабатывать её. Потому что пока эта травма не вылечена, вы же не будете, не знаю, себе специально сжигать руку. Вы же не будете себе специально причинять боль, если вы знаете, что это невыносимо больно. То же самое у вашего ребёнка происходит. Ему очень больно, ему очень не хочется. Но это прорабатывается, травма прорабатывается. Так, ребёнок в маленьком возрасте был радостный, всегда с удовольствием проводил время с родителями. Сейчас совсем не идёт на контакт. Всё время в телефоне, короткие ответы на вопросы со стороны родителей. Налицо зависимость от телефона, явно раздражают все члены семьи. Как проложить мостик девочке 13 лет? Скажите, сколько, Ольга, напишите, пожалуйста, сколько времени она проводит в... Сколько времени она проводит в телефоне? Сколько времени? То есть вообще вы должны понимать, что отстранение ребёнка в 13 лет – это в принципе нормально. Отстранение, какая-то холодность, короткие ответы – это в принципе нормально. То есть для подростков. Потому что вспоминайте, что гормональные вот эти вот сбои, гормоны у нас вот такие вот сильные-сильные качели. Вот, поэтому... Как в дабл-локдаун всё время сидел в телефоне, ориентировался в 19 часов. 19 часов – это откровенно много, поэтому что вы можете сделать? Задавать вопрос ребёнку, как бы ты хотел проводить время со мной? Многие родители думают, что подросткам с родителями неинтересно. На самом деле это не так. То есть спрашивайте ребёнка, как ты хочешь проводить со мной время? Я очень хочу проводить с тобой время. Я тебя очень люблю. Давай с тобой выберем какой-то, не знаю, какие-то варианты. Дети любят и батуты, и прогулки, и велосипеды, и квесты. Очень многие всё это любят. Хотя нам кажется, что ребёнок не хочет с нами проводить время. Это первое. Второе – мы интересуемся играми тем, что делает ребёнок в этом телефоне. Что тебе там интересно? Не знаю, там, расскажи мне про этих персонажей. Да, это может быть у нас тоже такой мостик, да, небольшой. Про то, ну, как вообще подобраться к ребёнку. Вот. Говорить ей про контроль, говорить ей про то, что я понимаю, что тебя это всё очень затягивает, да, то, что я вам сегодня вот говорила уже. Очень затягивает. Давай попробуем, я не знаю, там, делать перерывы, или там, посидишь полчаса, будильник, там, не знаю, какая-то активность, мы что-то сделаем. То есть посыл такой, что я хочу тебе помочь. Не ты плохая, да, не у тебя зависимость, не у тебя всё плохо, а я хочу тебе помочь. Я думаю, что у вас это получится. Так, не могли бы вы ещё раз повториться, как избавиться от курения подростку? Мария, напишите, пожалуйста, как много курит, как давно курит и какой возраст? Любая зависимость, ещё раз повторюсь, мы должны сначала понять, какую потребность закрывает ребёнок. Потому что если подросток, если ребёнок закрывает у нас с вами потребность взросления, да, и мы её никак с вами не закрываем по-другому, после ваших сигарет будет что-то ещё другое, да, что-то он обязательно найдёт. Потребность, она закроется. Поэтому первое, мы понимаем, какую потребность закрывает ребёнок этой зависимостью. Что ему так там сильно нужно? Что он закрывает? Вот это ваша задача понять. Если самим разобраться сложно, тогда можно обратиться к специалисту, я думаю, что он вам поможет, да, это даже на одной консультации делается. Можно разобраться, какую потребность закрывает ребёнок. Мари, поэтому в первую очередь нужно понять, какую потребность закрываете тем, что, ну, или ребёнок курит, или вы курите, да, что вы этим получаете. Потом очень хорошо помогает контроль, да, когда мы немножечко снижаем, да, например, условно, курение 10 раз в день, спорт с собой, давай 8 раз, да, но вот эти вот два курения чем-то замещаем приятным для себя, общением с кем-то, прогулкой, я не знаю, ну, чем-то себя балуем. Потом постепенно-постепенно снижаем. Курение. Дорогие мои, вижу, что вопросов вроде больше нет. Я была очень рада быть с вами сегодня, очень активная аудитория, буду рада познакомиться и поработать с вашими подростками на нашей очередной программе Level Up. Поэтому приходите, и очень хочется, чтобы уверенных в себе детей становилось, уверенных в себе детей, людей, подростков становилось как можно больше, да. Очень хочется, чтобы дети росли со стержнем, дети росли с возможностью говорить нет, и дети могли выбирать что-то в будущем, да, не из своих страхов, а из своих таких, знаете, глубинных желаний, чтобы они понимали себя. Вот, поэтому большое спасибо за ваше участие. Анна, спасибо за приглашение, за организацию. Екатерина, вам тоже спасибо. Не знаю, включил меня, Дима, нет. Потрясающая была тема, потрясающий эфир, важные, конечно, тенденции обсудили. Кстати, у меня один из клиентов спрашивала, где можно посмотреть статистику по зависимости, что за статистика, или это мы только на личную практику основываемся нашу и запросы родителей. Анна, давайте я вам завтра дам статистику, я даже ее немножечко собирала, вот, вы сможете завтра разместить в сторис. Хорошо себе? Хорошо, да. Да, это очень интересный момент, потому что, ну, тенденции есть. По цифрам, статистику, да, наверное, нужно ссылаться на что-то, наверное, у вас что-то есть, да? Да. Екатерина, еще раз спасибо. Уже, кстати, у нас осталось сколько уже? Две недели до старта, до нашего скорого. Мы с вами увидимся уже вживую. Потому что онлайн, онлайном, живые встречи, вот для подростков, согласитесь, живые встречи, погружение в оффлайн-среду, оно очень сильно влияет, и никакие онлайн-курсы, и никакие онлайн-среда не заменят эффекта и погружения от оффлайна. Именно, да, именно поэтому мы специализируемся на оффлайн-программах, если это касается речи наших детей, наших подростков, ведь только так мы можем как-то им помочь, подтолкнуть, посодействовать и сделать их больше успешным и счастливым, так, как хотят наши родители. Да, это точно. Поэтому скоро увидимся на программе подростков. Спасибо большое. Да, с нетерпением уже жду. И спасибо вам, дорогие родители, за то, что вы по-настоящему интересуетесь вопросами, важными для ваших детей, за то, что вы неравнодушны и совершенно точно у таких родителей, как вы. Дети будут и счастливыми, и успешными, и не останутся бесследными ваши старания. Это совершенно точно, будьте уверены. Благодарю еще раз нашего эксперта, сегодняшнего Екатерину. Если вам нужны записи предыдущего эксперта и другие записи, про которые говорила сегодня Екатерина, про ее вебинары именно, вы мне напишите, пожалуйста. Можно по кнопке под окном трансляции, либо можно мне на WhatsApp, я в чате вверху номер свой оставляла. И благодарю нашего технического директора, поддержку Дмитрия. Все вопросы, заминки технические, которые у нас сегодня были, решались очень быстро. Спасибо вам большое за поддержку и за надежную опору. Все, всем хорошего вечера и до связи, до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.